Посмотрите, она боится, у нее инстинкт такой, потому что думают рядом матки, а они убьют ее. Вот она сейчас выйдет, а пчелки ей помогают. Все, она пошла, смотрите красавица какая. Всякие казусы бывают, и вот в данном случае, вот интересный случай. Пчелку запечатали в маточнике, пчелы, она бы там погибла, а мы ее спасли. И выходит, но это пчела, ах ты обманщица, пчелка, ай-яй-яй-яй-яй, обманула всех. Запечатали пчелку, мы ей помогли, и она боялась выходить, я думал это матка. Всем привет! Это Пасека Лаврова. Прошло примерно 15 дней с тех пор, как мы начали делать отводки. Маток в отводок брали из основных семей. Основные семьи выводят себе с вещевых маток. Так вот, пришло время, когда матки начали выходить из маточников. И нам надо быть убежденным, что матка вышла, она в семье. Как это сделать? А вот как это сделать, мы сегодня вам покажем. Смотрите. Но не забывайте, поставьте лайк. Вам это не трудно. Также подписывайтесь на мой канал, будет интересно. Все лето впереди. И участвуйте в комментариях. Сейчас я вам покажу, как мы определяем выход матки из маточника. Так, раздвигаем, чтобы нам доступно было. И мы видим, что матка вышла. И спокойно. Значит, матка здесь. Если мы увидим матку на этой рамке, она обычно на этой ходит. Можем увидеть ее. Ну, не ладно. Ну, ладно. Следующая семейка проверяем. Так, вот видите, отверстие. Вот, пчелы. Пчелы. Да, нет, нет. Нет, это пчела там. Ну, вышла. Вышла. Следующую семью смотрим. Вот видите, у меня отмечено. Как правило. Вот, отмечено. И нам легко так. Посередине точка. Значит, где-то посередине. Там, не полопланки. Полопланка посередине. Смотрим. Смотрим, смотрим, где-то. Грызли-с-грызли. Вот, видите, смотрите, как крышечка поднята. А может, она не вышла? Вот, крышечка поднята. Поднята крышечка, значит, вышла. И запечатана, интересно. Они могут запечатать и матку так. Сейчас мы разберем это все ножичком. Они могут и матку распечатать. Мы тогда поймем, что есть вторая матка. Интересно. Вот, смотрите, кто там. Кто там. Ну, вылазь, кто тут. Пчела. Пчелка. Залезла, ее замуровали. Значит, матка здесь. Пчелку замуровали. Бывает такое. Следующую семью посмотрели. А посмотрите, как тихо они. Вот вы можете увидеть. Тихонечко сидят. Это тоже признак такой, что матка, возможно, уже там вышла. Она есть. Пчелы успокаиваются. Ну, давайте посмотрим. Вот мы должны пчеловоды, ну, примечать, по приметам определять тоже. Ну, кстати, сегодня и прохладно. С моей стороны. Значит, вытягиваем. Аккуратненько. Вот, видите, вот спокойно сидят, как хорошо. Вышло? Отверстие кругленькое. Подошли к следующей семье. Признаки какие? Начинают белиться. Если матка есть, они начинают белить довольно усиленно. Вот с этой стороны хорошо видно. Вот, видите, побелка. Беленькие. Значит, уже есть такой признак. Тихо сидят. Тоже признак. Тихо сидят. Ну, давайте посмотрим. Выход. Вот точка с той стороны. Значит, все меры предосторожности, чтобы не сорвать маточник. Все может быть. Может, еще не вышло. Одни приметы. Но самый надежный у нас признак, это когда мы видим отверстие открыто, кругленькое. Значит, матка вышла. Вот это самый надежный признак. Самый верный. Смотрим. Видите, что делается? Матка уже... Матка уже... Вот, посмотрите. Уже она расковыряла. Я только чуть-чуть крышечку приподнял. Посмотрите, как она выходит. Посмотрите. Она боится. У нее инстинкт такой. Потому что думает, рядом матки, а не убьют ее. Вот она сейчас выйдет. А пчелки ей помогают. Все. Она пошла. Смотрите, красавица какая. Она довольно... Вот здесь вещевая матка. И неплохо выглядит. Вот она. Вот она пошла. Вот. Видите, она неплохо выглядит. Как еще не оплодотворенная. Но уже брюшка длинная. И мы уже видим, что она неплохо. И вот она старается какой-то корм найти. Уже смысл. А пчелки не обращают на нее внимания. Вот. Видите, как мы матку выпустили. Ну, так как мы знаем, что у нас один маточник, мы ей помогли выпустить. Так пчелки ей помогали. Ну, и мы ей помогли. В следующей семье тоже признаки. Смотрите, как хорошо белит. Вот уже побелка. Вот побелка в том случае будет, если матка и с этой стороны хорошо видно. С этой вот стороны. Вот хорошо видно побелку. Значит, такой признак, который говорит о том, что матка появилась, и пчелы уже активнее стали работать. Еще она не кладет яйца. Естественно, она не облетная. Ну, уже пчелам веселее с такой маткой, уже живой маткой, которая входит по сотам. И они... Сейчас мы... Ну, и спокойно. И вот признак такой. Спокойно сидят. Вот они мне не мешают. С моей стороны аккуратненько. Поднимаем. Так, посмотрим. Вот. Все признаки говорят о том, что маточник... Маточник должен быть открыт. Видите, вот я открываю крышечку. Крышечка была запечатана. Матка выходит. Ну, подождем. Ну, будем ждать. Матка должна выйти. Вот она выходит. Выходит. Но это пчела. Ах ты обманщица. Пчелка. Ай-яй-яй-яй-яй. Обманула всех. Запечатали пчелку. Мы ей помогли. И она боялась выходить. Я думал, это матка. Значит, матка здесь. Матка здесь. А пчелку запечатали. Ах, проходимка. Вот даже так интересно бывает. Ну, по признакам было видно, что пчелы успокоились. Матка там. Ну, вот как бывает. Видите, вот. Нам в другой раз интересно даже осматривать так семьи, когда осматриваем маточники. Вот. Всякие казусы бывают. И вот в данном случае, вот интересный случай. Запечатали пчелку, запечатали маточники, пчелы. Она бы там погибла, если бы не мы. А мы ее спасли. Вот так. Так, вот немножко их успокоили. По признакам мы смотрим. Вот, видите, белит. Сейчас подкорнем. Вот, видите, идет побелка. Значит, они не так активны, когда матка-щуматочники развивается. Они пчелы не очень активны, они не хотят строить. А вот, когда матка вышла, они быстренько все, вот эти медовые рамки, здесь вот, три рамки медовых, они уже наращивают, уже отстраивают, носят. И вот. Вот это, да? Так, сейчас мы доберемся до этой рамки. Ну, что-то они немножко тревожные. Вот тревожные, видите, еще маточник. Вот они, видите, тревожные. Но они чувствуют матку. Сейчас мы посмотрим. Вот она уже проклевывается. Вот. Вот они тревожные, чего были. Крышечка уже почти открыта. открыта, и маточка должна выйти. Вот я помог. Вот что-то говорит ей пчелка, не бойся, говорит, выходи. И вторая подошла, тоже успокаивает ее. Не смело. Вот она выходит. Вот она, видите. Все, вышла. Вышла довольно уже такая созревшая, темненькая. Если не созревшаяся, она светленькая, серенькая. А тут довольно так уже все хорошо. Вот. Вот ей покушать надо. Вот, сняли магазин. Пчелы тихо сидят. Немножко. Вот, видите, немножко белит. Ну, самый главный признак, это нужно посмотреть. Посмотреть, маточник. Так, ну-ка, подержите камеру. Так, у нас вот рамка. Аккуратненько. Пчелы тревожны. Взлетают. Аккуратненько. Надо добраться до рамки. Так, с моей стороны. Так, с моей стороны аккуратненько. Вот, сколько пчел. Кто-то говорил, что слабеют. Ох ты, елки-палки. Вот, смотрите. Видите, крышечка поднята. Вот она крышечка. И отверстие там. А сколько еще расплода выйдет. Значит, не слабеют. Пчелы, то... Остается очень много пчелы. Все мне не приседают. Сняли магазин со следующей семьи. Смотрим. Ну, вот определяю. Видите, как красиво отстраивает, белит. И здесь, в середине. Видите, здесь белят. Здесь белят. Вот крайние рамки. Неплохо. Значит, этот признак есть. Так, посмотрим теперь по главному признаку. Где у нас? Вот это, да? Или вот это? Вот это. Это. Так, ну вот вышло. Вышло. А это, видите, отстраивают они. Попутно. Без хитина, как я говорил. Строят тут. Достраивают. Матка вышла. Ничего там не получилось. В этой семье два дня назад мы осматривали маточник. И маточник был сгрызен. То есть пчелы сгрызили. Или что там получилось с этим маточником. Но мы его увидели сгрызенным. И, значит, мы не стали рисковать. Выше поднимите, пожалуйста. Мы не стали рисковать и поставили сюда расплодную рамку с маленькими личинками. С отводкой. Вот. И, значит, мы сейчас посмотрим. Вот прошло два дня. Они должны были уже оттянуть свищевые маточники. Если матки нет. Если матка есть, семья, значит, они свищевые отстраивать не будут. А если отстроят, значит, матки здесь нет. Вот. По этим признакам будем смотреть. Вот рамку мы отметили, которую поставили с личинками. вот. Будем смотреть. Ну вот, видите. Пчелы отстроились в свищевые маточники. Видите, строят. Значит, матки здесь нет. Что в таком случае надо делать? Нужно с хорошей семьи маточник дать хороший на выходе в эту семью. Так, с этой стороны тоже. Видите. Да. Ну, конечно. Семья хорошая. Мы не дадим ей пропасть. Значит, в таком случае я делаю так. даю маточник с хорошей семьи. Маточник должен быть уже зрелый на выходе. Или же немножко повременить, убрать эту рамку и дать облетную матку из инкулеуса. Найти вот уже облетевшуюся матку и в клеточке подсадить сюда. Ну, в таком случае. Вот. Главное, что мы определили, что матки здесь нет и надо что-то делать. Но не забывайте поставьте лайк. Вам это не трудно. Также подписывайтесь на мой канал. Будет интересно. Все лето впереди. И участвуйте в комментариях. Пока. До свидания.